Знаковый объект для города и региона. В Самаре начинается подготовка к строительству планетария. Работа на строительной площадке стартует уже в ближайшие дни. Планетарий будет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая», расположенного на проспекте Ленина. Самару стали называть негласной космической столицей России относительно недавно, ведь долгие годы и все, что связано с космосом, было засекречено. В этом месте ракета появилась 1 октября 2001 года. Ее изготовили на Куйбышевском заводе «Прогресс» в 1984 году. Для проведения тренировок боевых расчетов на космодроме Плесецк. Когда она выработала свой ресурс, вернулась в Самару. И сейчас это один из самых узнаваемых символов города. В конце декабря был заключен муниципальный контракт на выполнение строительно-монтажных работ и поставку оборудования. Площадь планетария составит более 5,5 тысяч квадратных метров. В сложном по конфигурации здании будут предусмотрены два подземных этажа и три надземных с астроплощадкой для открытых наблюдений. Звездный зал планетария будет располагаться на третьем этаже здания под куполом диаметром 18 метров и сможет вместить 224 зрительских места. Также в здании будет работать конференц-зал, в котором одновременно смогут участвовать в познавательных программах до 100 человек. Чтобы сохранить уникальный облик музея «Самара космическая» и сберечь зеленые насаждения, обрамляющие музей, еле получат так называемые пересадочные билеты. Их аккуратно выкопают и отправят на хранение, а после завершения масштабного строительства вернут на прежнее место. Памятник выдающемуся конструктору Дмитрию Ильичу Козлову, который располагается вблизи музея, на время строительных работ по согласованию с семьей Дмитрия Ильича будет передан на ответственное хранение. Для «Самары» данное строительство планетария является знаковым объектом, так как «Самара» является космическим регионом. В самом здании планетария он будет осуществлять и учебную деятельность, что позволит также самарцам приблизиться уже к космическим просторам. В настоящий момент подрядчиком начался завоз металлов для установки ограждения территории строительной площадки. Также установлен вагончик, которым будет располагаться непосредственно уже рабочий. После установки забора, который планируется завершить до конца следующей недели, подрядчик приступает к демонтажным работам для подготовки к устройству котлована. Появление планетария ускорит развитие научного и образовательного потенциала «Самары», будет способствовать популяризации естественно-научных знаний и новейших открытий для будущих поколений. Виктория Шарая, Константин Головин, События.